В индустриальном районе в ночь на среду произошло сольное ДТП, из-за которого утром пришлось вызывать следственную группу к зданию суда индустриального района. В аварию попал водитель Ниссана Марч, который ехал по Краснореченской улице в направлении центра города. Близ остановки Сурикова идет реконструкция проезжей части, на дороге выставлены бетонные блоки, которые шофер, похоже, заметил в последний момент. После удара заграждения Марч перевернулся, но водитель оказался крепким орешком. По утверждению очевидцев, в ловкости и прыти условно пострадавшему позавидовал бы даже самый здоровый человек. Разумеется, к приезду автоинспекторов каскадера на месте уже не было. Свидетели, фонтанируя эмоциями, рассказали, что после аварии крепкий мужчина выбрался из салона, разбил заднее стекло и вытащил из багажного отсека длинноствольное оружие. Зачистив машину, нарушитель скрылся. Он только приземляется сюда. Выпрыгивает из машины, тут народ уже собирается. Он ружье из заднего стекла выбивает, ружье достает. Пьяный, в смерть. И номеран забрал, да, и пошел. Да, если что, у него волына в чехле. Прям в чехле? В чехле волына здоровая. Слова об оружии не были лишены оснований. В автомобиле имелась соя, которую охотники используют в качестве приманки. Задержать сбежавшего полицейским не удалось, хотя очень хотелось. На этом марче ездит хабаровчанин, который 8 ноября повторно попался автоинспектором за рулем в нетрезвом виде. Нарушения оформили, материалы направили в отдел для возбуждения уголовного дела. Похоже, был пьян он и в этот раз. Дежурный информировал наряды о нахождении в районе вооруженного человека, но на глаза он патрульным не попался. С наступлением светлого времени суток стало ясно, почему. Продолжением истории стало утреннее обнаружение подозрительных предметов на территории индустриального районного суда. На газоне лежали оружейный чехол, портативный DVD-проигрыватель и автомобильные госномера. Нашла их местная жительница, которая в начале 9-го выгуливала поблизости свою немецкую овчарку. Сообразив, что в чехле оружие, женщина обратилась в здание суда к приставам. Там стоял уже пристав с нашего суда, охранял. Попросил меня вызвать по тревожной кнопке с управления милицией людей. Мы тут нажали кнопку. Предыстория находки на тот момент в суде известна не была. В чехле действительно было огнестрельное оружие. Это охотничий карабин «Сайга», зарегистрированный на имя жителя индустриального района 1973 года рождения. Следственно-оперативная группа карабин изъяла, и его владельцу придется объяснить сотрудникам Росгвардии, каким образом оно оказалось на газоне при весьма компрометирующих обстоятельствах. Разрешение на оружие у мужчины аннулируют. Вероятно, беглец сложил вытащенные из машины вещи в неприметном, как ему показалось, месте, чтобы чуть позже за ними вернуться. Однако сделать этого не получилось. То ли с пьяну, то ли по какой-то независящей от него причине. С места происшествия Ольга Кошелева, Мария Дедова и Андрей Алферов.